Континентальная хоккейная лига внесла веские изменения в правила игры. Совет директоров КХЛ утвердил новый формат овертаймов. Теперь дополнительные периоды в матчах будут проходить в формате 3 на 3. Подобное решение стало возможным после того, как в мае Международная Федерация Хоккея утвердила точно такие же изменения в правилах, которые будут действовать, начиная с Чемпионата мира 2017 года. Весь современный хоккей переходит на формат 3 на 3 в овертаймах, именно в регулярном чемпионате. Переход на новый формат овертаймов осуществляется для повышения зрелищности и динамики матчей и, как следствие, для привлечения новых болельщиков. При игре 3 на 3 много свободного места на большой площадке позволит высококвалифицированным игрокам проявлять свое мастерство. Таким образом, следующая игра на Фетисов арене, которая состоится 17 декабря между Адмиралом и Нефтехимиком, пройдет уже по новым правилам. Открытое первенство города по художественной гимнастике прошло во Владивостоке. В течение трех дней в спорткомплексе «Олимпийц» определяли лучших спортсменок, достойных в будущем представить сборную Приморского края. Соревнования в личном первенстве велись в трех категориях – среди перворазрядников, КМСников и мастеров спорта. Если первым необходимо было выступить сольно, а после на выбор с тремя предметами – лентой, булавами, мечом или обручем, то для более старших гимнасток подобного выбора не было. Кандидатам и непосредственно мастерам спорта необходимо было показать четыре программы с предложенными гимнастическими атрибутами. Всего за победу боролись более 170 участниц из Владивостока у «Сырийской находки». По итогам соревнований победу в перворазрядниках завоевала Милена Анн из «Находки». Лучшей в КМСниках оказалась Валерия Синичникова из Владивостока. Среди мастеров спорта удачнее других выступила также жительница приморской столицы Анастасия Коробкова. Приморские спортсмены завоевали золото, серебро и две бронзы на чемпионате Дальнего Востока по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в якутском городе Нерюнгри, где собрали около 150 спортсменов из семи регионов ДФО. Из приморцев отличился Дмитрий Бибиков из Владивостока, который взял золото в классическом пауэрлифтинге в весовой категории до 83 килограммов. В той же классике владивостокская спортсменка Наталья Деменкова завоевала серебро в весе до 63 килограммов. Две бронзы в копилку команды принесли и Екатерина Ашанина, и Олег Щербаков. К слову, по итогам чемпионата три представителя из региона выполнили нормативы мастеров спорта. Увы, но в командном зачете сборная Приморья место на Пьегистале не заняла. Открытые чемпионаты первенства города по боксу стартовали во Владивостоке. Ежегодные соревнования проводятся в память великих тренеров России и Якутии – Бориса Кубасова, Вадима Откидоча и Геннадия Мясникова, которые воспитали в Приморье многих звезд бокса. В чемпионате участвуют спортсмены первого спортивного разряда и выше. По факту на ринг за четыре дня соревнований выйдут лучшие боксеры всего Приморского края. А вот в первенстве города выступят спортсмены второго разряда и ниже. Организаторы обещают, что турнир выйдет особенно непредсказуемым, так как в этот раз во Владивосток приехали и китайские участники. Этот турнир всегда характеризовался тем, что он проходит открыто, честно. Здесь никто ничего не доказывает. Здесь просто бойцы показывают свое мастерство. Приехали бойцы из Китайской народной республики. И бойцы сильные, и девушки, и мужчины, чемпионы Китая, мастера спорта, достойные соперники. Открытые чемпионаты первенства города – последние соревнования по боксу во Владивостоке в этом году. Они, к слову, будут идти вплоть до 18 декабря, когда состоятся зрелищные финалы. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.